Пятилетний Марк. Появление новой площадки в своем дворе, расположенном по адресу Чернореченская, 8, ждет с нетерпением. Совсем скоро здесь появятся качели на цепочках и необычная горка. Подрядчики уже установили удобные лавочки для взрослых и забавные для детей. Сейчас укладывают безопасное резиновое покрытие. Совсем скоро здесь зазвучат детские глаза. Он каждый день просыпается, выглядывает в окошко, потому что мы живем на первом этаже, он контролирует этот процесс. Я увидела этот проект, мне очень понравился, потому как здесь практически все есть для детей. Качели для деток постарше, для деток помладше. Интересная скамейка в виде машинки пожарной, здесь будет горка в виде трактора, скамейки очень удобные мне, как мамочки. На данном адресе мы выполняем работы по частичному асфальтированию, установок лавок, мафов, детских игровых форм, резинового покрытия. То есть все, что предусматривает сейчас, в данный момент безопасно используется на детской площадке. В Ленинском районе Самары в этом году отремонтируют 15 дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы формирования комфортной городской среды. Кроме того, две территории будут приведены в порядок по губернаторскому проекту содействия. Еще четыре пространства преобразятся благодаря инициативным заявкам от жителей. Жители этого двора очень активно участвуют в реализации проектов программы федеральной формирования комфортной городской среды. Подают заявки, и мы эти заявки реализуем с помощью жителей, которые тоже принимают участие в контроле выполнения работ, а также жители активно принимали участие в наведении чистоты и порядка на прилегающие территории. Комплексное благоустройство в Ленинском районе в этом году будет выполнено по девяти адресам. Там обновят тротуары и внутриквартальные проезды на средства города и района и при поддержке областных властей и губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас в Самаре проходит онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. В нем участвуют 20 пространств. Чтобы отдать свой голос за любимую территорию, достаточно зайти на платформу 63.городсреда.ру и пройти авторизацию через госуслуги. От активности каждого зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в Самаре. Голосование продлится до 31 мая. Объекты территории победителя будут благоустроены в следующем году по НАСПроекту «Жилье и городская среда». Виктория Шарой, Николай Сидоров, События.